Схима нахиня Анатолия Схима нахиня Анатолия, в меру Зоя Викторовна Якубович, родилась 12 февраля 1874 года в Саратове, в небогатой дворянской семье. Кроме Зои и ее сестры Лидии, разделившей последствия с матерью Анатолией монашеский путь, в семье выросло еще трое детей. Мать рано овдовела, и Зое пришлось помогать по хозяйству. Воспитывались дети в христианском духе, и Зоя с детства ежедневно читала Евангелие. Образование сестры получили в Саратовской женской гимназии. Как во многих дворянских семьях тех лет, дети почти ничего не знали о такой существенной стороне христианской жизни, как монашество. По природным своим дарованиям Зоя была настоящей монахиней, но молилась, чтобы Господь послал ей жениха, смиренного и кроткого, и Господь услышал ее молитву. Когда ей исполнилось 18 лет, она вышла замуж за инженера водного транспорта Николая Иванова, человека глубокой веры, смиренного и кроткого. Жили они очень дружно, но Господь не дал им детей. Человек может годами молиться, ходить в храм, соблюдать установленные посты, но совершенно не разуметь, что такое духовная жизнь. Религиозная жизнь вписывается для такого человека в рамки материальной жизни, зачастую подчиняясь ее законам. Это время духовной спячки, зимы, блаженного младенчества, не ведающего о трудностях и суровости жизни, треблаженной, духовной. Иногда сам Господь будет человека видением, чудом, особым обстоятельством, и всю жизнь, прожившую религиозно, человек впервые всем сердцем тогда обращается к Богу, или пробуждает душу словом другого, своего избранника. Интерес к духовной жизни проявился у Зои благодаря епископу Гермогену Долганову, с которым семья Якубовичей была дружна. Сестра ее, Лидия, была настроение светского, но однажды, когда одета в большой модной шляпе, она стояла в храме и слушала проповедь епископа. Эта проповедь так поразила ее, что с того времени она всецело обратилась к Богу. Сестры стали читать духовные книги, несколько раз были в Сарове у старца-затворника и иеросхимонаха Василия. Эти поездки имели на них особенное влияние. Не изменяя внешнего образа жизни, они втайне начали вести духовную жизнь. Читали псалтирь и Иисусову молитву. Когда Зои исполнилось 33 года, умер ее муж. Она списалась со старцем Василием и по его благословению на 40-й день вместе с сестрой поступила в монастырь. Первые два года они прожили в основанной старцем общине. Он хотел поставить их начальницами, но они не чувствовали в себе сил исполнить это послушание. Затем в год они прожили в местечке Ундол во Владимирской губернии, где старец благословил основать пустынь. Место было глухое, всего несколько домиков, даже не обнесенных оградой. Приезд их сразу обратил на себя внимание местных жителей. Дьявол не дремлет, и чуть где завидится подвиг ради Христа, он тут же воздвигает на подвижника брань. У некоторых из местных жителей возникло подозрение, что насельницы очень богаты, и они задумали их убить и ограбить. Но замысел осуществить не удалось. Сестры всколе покинули пустынь. Непосильность трудов и подвигов приводила сестер в большое смущение. А еще более того, пожелание старца, чтобы они стали начальницами новоустраиваемой общины. Уже была выхлопотана из синода бумага, прислана, по которой Зоя назначалась строительницей церкви. Причем ни в архитектуре, ни в строительстве она не была сведущей. Со смущенным духом они возвращались от старца и по пути заехали в Дивеево, к блаженной Просковье Ивановне. Рассказали о своем смущении. Просковье Ивановна говорит, дайте мне бумаги, я почитаю. Зоя знала, что блаженная неграмотна, но повиновалась. И подала ей синодскую бумагу. Блаженная тут же изорвала ее в клочки и бросила в печку. Обратившись к образу преподобного Серафима и указывая на сестер рукой, она воскликнула. Батюшка, Серафим, твои снохи, ей-богу, обе твои снохи. Затем велела им идти к игумене Александре, проситься в монастырь. Келья свободной не была, и две недели они прожили в гостинице. С самого поступления в монастырь Зоя всегда держала глаза опущенными. В храм сестры ходили гуськом, чтобы не разговаривать. Зоя рассказывала, как они приручили себя к терпению. Получим письма или посылки, и в этот день не открываем, а оставляем до следующего дня. Первым послушанием Зои было изготовлять авризной цветы. Затем ее послали в дворянскую гостиницу, записывать приезжающих гостей. Потом в монастырскую мануфактурную лавку, оценщицей и продавщицей. Наконец перевели вместе с сестрой в канцелярию писать письма благодетелям. У Лидии был дар слова, а у Зои нет, и письма получались краткими и сухими. Тогда ей поручили отвечать на письма, адресованные блаженной Просковье Ивановне. Теперь она ежедневно бывала у блаженной и особенно этому радовалась. Она рассказывала, что однажды им с сестрой захотелось посмотреть, как Просковья Ивановна молится ночью. Благословились у игумени и пришли вечером к блаженной. А она тут же улеглась спать. В 12 часов встала, потребовала самовар, напилась чаю и опять легла спать. А утром, погрозив пальцем, сказала, озорниться. Когда Сукман, кресты и поклоны, тогда молиться. Послушницы поняли ее слова так, что не раньше брать подвига, как после пострижения в схему. Вскоре Зоя заболела раком. Врачи определили ей только год жизни и велели немедленно делать операцию. Получив благословение у игумени, Зоя с сестрой поехала в Киев и в Оптину к старцу, отцу в Арсенофию. Узнав о цели их приезда, старец сказал, операцию делать не нужно. Я вам дам маслица от Казанской Царицы Небесной. Им помазывайте больное место 40 дней. И никакой операции не нужно. Потом стал беседовать и много говорил о предстоящих скорбях и гонениях от начальников, от сестер, о напастях от бесов. И, высоко поднял руки, сказал, да помоги тебе, Господи, да помоги тебе, Господи, да помоги тебе, Господи. Но иди смело, покров Царицы Небесной над тобой. По возвращении Оптиной сестер постригли в мантию, а затем вскоре и в схему. Постригли их вместе. И сестры приняли Зоя с именем Анатолия, Лидия с именем Серафима. Перед принятием схемы сестры пришли к блаженной Прасковье Ивановне за благословением. Блаженная встала и начала вслух молиться. «Уроди, Господи, жито, пшеницы, овса, вики и лен зеленый, молодой, высокий, на многое лето». При этих словах она подняла руки и сама поднялась на воздух. Слова «на многое лето» означали долгую жизнь матери Анатолии. Лен у блаженной означал молитву, прясть лен значила молиться. Затвор с химниц с самого начала был очень строгим. Они не выходили даже в церковь. Монастырский священник, отец Михаил Гусил, сам приходил приобщать их святых тайн. Все время они проводили в богомыслии и молитве, не разговаривая и между собой. Утром пили чай, в два часа обедали овощами без масла. Игумене Александра Траковская, как духовная мать, восприявшая их от пострига, не благословила вкушать никакого масла, по словам, написанным на схиме. «Колено моя изнемогаста от поста, и плоть моя изменися еле ради. А лучше вкушайте немного молока», — сказала она. Мать Серафима до смерти выдержала этот пост, а матери Анатолии он оказался не под силу. Слабая от природы, истощенная подвигами и болезнью, она совершенно изнемогла и тогда взяла благословение облаженной Просковье. На употребление масла Когда мать Анатолия заболела раком, то ее сестра часто приходила к блаженной и говорила «Не могу жить без Зои, я без Зои жить не могу, не спасусь». А Просковья Ивановна говорила про матушку Серафиму «Девушка хорошая, а вся в земличке, одна головка наружу, это близко ее смерти». И действительно случилось так, что мать Серафима упала, ударилась, и у нее образовалась раковая опухоль. Рак у нее был безболезненный, она постепенно слабела, слабела и так скончалась. Мать Анатолия рассказывала, что лежит мать Серафима больная, слабая, а глаза горят, и поет «Христос», а рождается. Вскоре после смерти сестры у матери Анатолии начались искушения от бесов. Однажды досады демонов были столь сильны, что Игумене Александра сказала «Мать Анатолия больше трех дней не проживет». Враги щекотали и щипали ее с ног до головы, даже под ногтями, не давая ни есть, ни пить, ни спать. Начинались гонения на церковь, и Игумене Александра говорила «Мать Анатолия борется с невидимыми врагами, а я с видимыми». Понемногу мать Анатолия стала приходить в себя от первых бесовских нападений. Ее благословили ходить в храм крайне обеднем, но и в храме бесы не оставили ее. «В алтарь вхожу, а они за мной», – рассказывала она. В это время келейница ее была послушница Анастасия. Наступила пора ей взять у Игумене благословение, остаться ли жить у матери Анатолии или уйти. Они это обсуждали, когда Анастасию позвали к Игумене, и та в точности воспроизвела весь их разговор. Анастасия с удивлением сказала Игумене «К нам никак нельзя неслышно пройти, а то бы я подумала, что кто-нибудь подслушал и пересказал вам». Игумене не любила, когда ее возвышали и перевела разговор на другое. Определенного благословения на проживание у схимницы послушница не получила. «Как ты сама хочешь», – сказала Игумене. И тогда Анастасия стала вспоминать предречение блаженных, как Паша Саровская заставляла ее лазить под кровать, подавать палку, выносить помои и так далее, изображая ей дела послушницы. Как блаженная Мария Ивановна еще за два года до этого спрашивала, кто пришел, и сама же отвечала – послушница, схимницы. Мать Дорофея, келейница блаженной Марии Ивановны, ее поправляла, но блаженная продолжала настаивать. «Послушница, схимницы». Многое и другое ей вспомнилось, и она решила остаться. Сначала она была очень рада своему послушанию, а потом заскучала. Глядит в окно, весна, все вышли монастырь убирать, а она сидит в келье. Все спасутся, а я не спасусь. Подбираются к ней потихонечку по мыслу. А тут еще бесовские напасти, и они поехали с матушкой Анатолией в Саров, керосхимонаху Василию. Он был в затворе и никого не принимал. Ответы передавал через келейника, но их принял лично. После посещения старца и беседы с ним, страхования от бесов несколько уменьшились, хотя и не прекратились. Анастасия рассказывала. «Встанем в двенадцатом ночи молиться, а в потолок как гвозди убивают. Это я слышу. А что, матушка? Или ночью? Идем по канавке. Матушка ей говорит, крести меня, крести меня». Страхования продолжались до самой кончины. Но впоследствии силой Христовой она имела огромную власть над силой вражьей и говорила своим духовным детям. «Никогда их не бойтесь. Бесы совершенно бессильны. Грех их бояться». От чрезвычайных подвигов и напастей у матери Анатолии открылся туберкулез легких, продолжавшийся до самой ее кончины. В то время старец в Дивееве не было. И к матери Анатолии начали обращаться сестры за советом. Она взяла благословение у игумени, чтобы принимать сестер и приезжавших в обитель мирян. Монастырские сестры ходили к ней в определенные дни. Они открывали ей свои помыслы, искушения. Она учила их смирению, терпению, непрестанной Иисусовой молитве. Любимым чтением ее были творения святого Симеона Нового Богослова, а из современных – Игнатия Брянчанинова. Но не всем нравилось это послушание схимницы, и она много понесла за это скорбей. Некоторые шли, ища духовной пользы, а некоторые шли ее испытать. Началась зависть, поднялись нарекания, пошли наговоры игумени. Так что и она изменила к ней отношения. Бесы хитры, и стоит только подвижнику ревностно взяться за дело спасения, как Господь попускает им действовать через наши страсти и страсти ближних, чтобы мы исцелились. В 1924 году постригли у мантию келеницу схимницы с именем Рафаила. В 1926 году в монастыре поселился епископ Серафим Звездинский, архипастырь высокой духовной жизни. Епископ служил литургию ежедневно, с пяти часов утра при закрытых дверях. Для матери Анатолии он явился поддержкой и утешением. Она часто обращалась к нему за советом, и архипастырь говорил о ней, это мое любимое, послушнейшее чадо. После того, как он был выслан в Миленке, она обращалась к нему письменно, а в 1928 году посетила его. Мать Анатолия была проста и бесхитростна. Собираются они, бывало, с матерью Рафаилой к владыке. Сговариваются, что надо у него спросить. Приехали, сидят, молчат. Мать Рафаила делает знаки, пора, мол, спросить, а матушка говорит, «Рафаила, что ты меня толкаешь?» Владыка умилился и рассказал им, как собрались старцы. Посидели, помолчали, поглядели друг на друга, тем утешились и разошлись, не сказал ни слова. В 1927 году власти объявили о закрытии монастыря. Мать Анатолия и мать Рафаила переехали в деревню Вертьянова и сняли половину пятистенной избы. Место было шумное, но больше ничего найти не удалось. Мать Анатолия заняла уголок справа от входа, повесила иконы, лампадки, устроила себе постель на сундуке. И все это отгородила черной каленкоровой занавеской. Так что получилось у нее, как она называла, темничка, темный уголок, без окон. Мать Рафаила поместилась в светлой половине избы. Там они вычитывали ежедневно всю службу, так что даже в храм матушка Анатолия не выходила, а жила в полном затворе. Своей темнички она принимала приходивших к ней сестер. Все три окна на улицу были занавешаны плотными белыми занавесками, а великим постом еще сверху черным каленкором. Не выходя из дома, мать Анатолия лишалась свежего воздуха, что было ей особенно тяжело при больных легких. Но все это она выдерживала терпеливо и безропотно. Хозяева их оказались воры. Но даже на таких людей мать Анатолия производила неизгладимое впечатление. Один раз хозяин рассказал ей, что товарищи уговаривали его уехать в Арзамас. А он был в это время монахинь ограбил. Но он им ответил, никогда я этого не допущу, у меня живет святое лицо. Дожили так до весны 1930 года. Шла коллективизация. Оставаться здесь было невозможно. Попытались переехать в деревню Череватого. Но и оттуда пришлось уехать и поселиться в селе Дивеево. Прожили лето, а осенью выехали в Муром. В Муроме им пришлось переменить несколько квартир. И, наконец, одна знакомая женщина позвала их жить себе в деревню. Это было прекрасное уединенное место далеко в лесу. У хозяйки одновременно с ними жил тайно священник, и у них всегда была домослужба. Осенью 1932 года их всех арестовали и повезли во Владимир. Владимирская тюрьма была строгого режима. Мать Рафаила очень тяжело переживала разлуку с матушкой и одиночное заключение. А мать Анатолия говорила, что ей там было очень хорошо. В тишине и уединении она творила Иисусову молитву. Просидели они в тюрьме несколько месяцев. Мать Анатолию по болезни отпустили домой. А мать Рафаилу сослали на три года в Петропавловск. В 1933 году мать Анатолия поселилась в Колебиках. Большим утешением для нее служила в то время, что близко находился храм, где ежедневно совершалась служба. И служил в ней ее любимый монастырский духовник, отец Михаил Гусил. По мере сил матушка ежедневно посещала богослужения. Там с утра было утрення и обедня. Под праздники служили всю ношную с вечера. Храм был деревянный, просторный. Иконостас был расписан Девеевскими сестрами. Осенью 1935 года вернулось из заключения мать Рафаила и разместилась вместе с матушкой в комнате на сундуке. Так прожили они почти два года. Осенью 1937 года они купили в Муроме маленький домик на самом краю высокого берега Оки. Хозяйкой домика стала духовная дочь матушки Анатолии Елизавета, поскольку дом был куплен на ее деньги. Мать Рафаила с Елизаветой заняли комнату, а мать Анатолия поселилась в бывшей кладовке маленькой комнатки с небольшим окошком, составленной в него решеткой. В этой комнатке она прожила до самой смерти. Комнатка была не приспособлена для жилья, холодная, полутемная, с неутепленным полом, но мать Анатолия дороже всего ценила уединение и ради него все терпела. Началась война. Возникли материальные трудности. Приходилось засаживать огород помидорами и ехать их продавать повыгоднее, подороже. Раньше, когда они жили одни, они никогда ни о чем не заботились, кроме молитвы. И Господь не посрамлял их надежды. У них было не только необходимое для себя, но они даже имели возможность делиться с неимущими. Наступила зима 1948-1949 годов. Мать Анатолия все время болела, заметно слабела и старалась уединиться. Она все реже принимала приходивших к ней сестер, а одной, просившей принять ее, ответила, «Мне уже больше нечего тебе говорить, все тебе сказала. Ты все знаешь и все понимаешь». В январе 1949 года она заболела воспалением легких. С каждым днем ей делалось все хуже и хуже. Сестры пришли к ней прощаться. Она перекрестила их, а потом еще перекрестила воздух. А это всех, всех во время болезни батюшки приходили причащать ее каждый день. 18 января вечером ей сделалось совсем плохо. В 11 часов вечера послали за батюшкой. Батюшка пришел около 12 часов. Начал читать обычные молитвы. Она только повторяла, «Скорей, скорей!» В 12 часов ночи 19 января матушка причастилась. 1 февраля по новому стилю и через полчаса тихо скончалась. Еще живя в Вертьянове, она как-то говорила матери Рафаэле, «Какие ей счастливые люди причащаются в час смерти». Мы знаем о том, какую мать Анатолия пережила страшную вражескую брань. Безусловно, она не могла бы ее выдержать, если бы не имела особой благодатной помощи и утешения. Но она никогда об этом не упоминала даже намеком. Настолько она была смиренна и боялась всякого возношения. Рафаила рассказывала, что иногда во время тяжелой болезни она видела, как у матушки лицо делалось ангельским. Мать Анатолия каждую неделю приобщалась к святых тайн, и в то время ее лицо, всегда покрытое бледностью, делалось розовым, и всегда ясные голубые глаза светились особым светом. После причащения святых тайн она никогда не выходила, а закрывалась и одна пила чай у себя в келье. Она всегда учила повторять про себя. «Пресвятая владычица моя, Богородица, избавь меня от козни и наветов дьявольских. Боже, в помощь мою, ванми». Мать Анатолия была прозорлива. Монахиня Серафиме Булгаковой она задолго сказала, когда и какая страсть будет ее особенно мучить. «А когда же покой?» воскликнула мать Серафима. «Покой будет, когда пропоют со святыми у покой, а раньше этого покоя не жди». В 1937 году мать Серафиму арестовали. Прощаясь с ней, мать Анатолия сказала, «Срок тебе дадут пять лет лагерей. Работать будешь счетоводом. Молись, чтобы Матерь Божия простила грехи. Если простит, то отпустят». Все это сбылось с поразительной точностью. Через неделю судебная тройка осудила ее на пять лет лагерей. По приезде в Ташкент поставили счетоводом, что очень облегчило ее положение. Осталось последнее. И она подумала, через пять лет так и так отпустят. И слова матери Анатолии означают, что надо молиться, чтобы отпустили досрочно. Но прошло пять лет, а ее не освободили. И теперь только пошли главные испытания. Путь из заключения занял два с половиной года. Причем каждое продвижение приходилось в праздник Царицы Небесной. Так точно сбылись все слова схимницы. Матери Рафаиле она также точно говорила все по годам. Рассказывала одна монахиня. Незадолго до кончины матушки Анатолии она пришла к ней. Схимница велела ей открыть все свои грехи с детства. С великим сокрушением и слезами исповедовала та свою жизнь. Выслушав, мать Анатолия сказала, «Все грехи твои с рождения я беру на себя». И с тем отпустила. После матушка Анатолия спросила келейницу, «Утешила ли, угостила ли ты ее чем-нибудь?» «Нет», ответила та. «Она насытилась слезами», сказала матушка. Матушка всегда принимала откровения помыслов сидя, как обычно старцы. «А мы становились на колени», вспоминала монахиня Серафима. «Придешь к матушке со скорбью, с искушением, уткнешься ей в подол, поплачешь и все тут оставишь. Куда что денется. Домой летишь, как на крыльях». Источник. Мученицы, исповедники и подвижники благочестия Русской Православной Церкви.